Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Главным образом были затронуты вопросы по организации работы в приграничных районах страны. В России средний размер прибавки к зарплате по итогам прошлого года составил 9,5%. Согласно результатам опроса, проведенного сервисом «Суперджоп», новогоднюю премию получила только треть россиян. В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения COVID-19. Это максимальный показатель со 2 января, больше всего заразившихся в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. В Германии прошли массовые акции протеста против новых ограничительных мер. В стране до конца января продлен локдаун. Ужесточены правила посещения ресторанов, кафе и других общественных заведений. Чили стала первой страной в Латинской Америке, которая начала прививать граждан четвертой дозой вакцины от коронавируса. Препарат будет доступен людям с ослабленным иммунитетом старше 12 лет. Руководство Казахстана заявило, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Их вывод из страны начнется через два дня и продлится не более 10 дней. В администрации президента России отметили, что данное решение является целиком и полностью прерогативой республики, и Москва не будет вмешиваться. Министр обороны Сергей Шойгу со своей стороны отметил слаженность и оперативность действий вооруженных сил государств, членов организации договора о коллективной безопасности. В КПРФ также высоко оценили эффективность сотрудничества стран ОДКБ. В заявлении президиума ЦК партии подчеркнуто, речь идет о важности выбора верной тактики в условиях гибридной войны, которую Запад ведет на постсоветском пространстве. «Ввод миротворцев ОДКБ является вынужденной, но адекватной своевременной мерой, призванной погасить пламя очередного цветного переворота. Компартия России решительно осуждает действия международной реакции и криминальных элементов. Считаем совершенно неприемлемыми вмешательства во внутренние дела Казахстана и попытки дестабилизации Центральной Азии, несущей прямую угрозу нашей стране». Конец цитаты. Тем не менее, в КПРФ подчеркивают, что решение казахских властей выглядит неожиданным. Еще в понедельник на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ о подобной перспективе никто не говорил. «У меня здесь несколько ключевых вопросов. Что предшествовало заявлению господина Такаева о том, что он быстренько завершил миссию? Первое. Соединенные Штаты, Госдеп объявили, что Россия должна быстренько вывести войска, как только об этом потребуют казахстанские власти. Не успел Госдеп сказать, как уже об этом прозвучало заявление президента Такаева. Второе. Заявление о том, что организация стран-тюркских государств и в данном случае министр иностранных дел Турции говорил, что их военные ресурсы, их военные силы готовы заместить Россию в Казахстане». Коммунисты обращают внимание. События в Казахстане вобрали в себя и социальное недовольство населения, и деятельность прозападной пятой колонны, и действия террористических групп. С этой оценкой согласны многие эксперты. «То, что там действуют внешние силы, для меня это фактор не подвлежит никакому сомнению, поэтому в рамках борьбы с внешней угрозой мы вошли туда так. Если будет вывод ОДКБ, ОДКБ может вывести, но я думаю, что Россия – это не совсем ОДКБ. Можно считать, что борьба на территории Казахстана обостряется. Я думаю, что это не детская песочница, куда мы вошли, сели на ступеньку, посидели и тут же ушли. Вот наших войск – это серьезный шаг». Впереди долгий путь преодоления последствий кризиса в Казахстане. Для России это вопрос геополитической и национальной безопасности, предупреждают эксперты. «Если же сейчас начнется вывод войск, то это будет означать только одно, что Казахстан, пусть не сразу, пусть плавно, в течение 2022-2023 года, начнет осуществлять разворот в отношении Соединенных Штатов Америки, Британии, в первую очередь Британии. И там появятся подразличными соусами, либо различные военизированные формирования Турции, а может там и ЧВК Великобритании, и США, а может где-то и базы. Но это не сейчас». Редактор субтитров А.Семкин